Вы слушаете чтение Библии. 20 сентября. Книга Иова, 38-я и 39-я главы. Глава 38. Когда Елеуй перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал, Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей? Если знаешь. Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, Когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами, Когда оно исторглос, Вышло как бы из шрева, Когда я облака сделал одеждой его, И мглу пеленами его? И утвердил ему мое определение, И поставил запоры и ворота, И сказал, Досели дойдешь, И не перейдешь. И здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни Своей приказание утру, И указывал ли заре место ее, Чтобы она охватила края земли И стряхнула с нее нечестивых? Чтобы земля изменилась, Как глина под печатью И стала, Как разноцветная одежда, И чтобы отнялся у нечестивых свет их, И дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты в глубину моря И входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, И видел ли ты врата тени смертные? Обозрел ли ты ширину земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света И где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее И знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это потому, Что был уже тогда рожден И число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега И видел ли сокровищницы града, Которая берегу я на время смутное На день битвы и войны? По какому пути разливается свет И разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды? И путь для громоносной молнии, Чтобы шел дождь на землю безлюдную, И на пустыню, где нет человека, Чтобы насыщать пустыню и степь, И возбуждать травные зародыши К возрастанию? Есть ли у дождя отец? Или кто рождает капли росы? Из чего чрева Выходит лед и иний небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут И поверхность бездны замерзает Можешь ли ты связать узел хима И разрешить узы кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время И вести ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, Чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, И пойдут ли они, и скажут ли тебе Вот мы! Кто вложил мудрость в сердце, Или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака Своей мудростью И удержать сосуды неба, Когда пыль обращается в грязь, И глыбы слепаются? Ты ли ловишь добычу львицы И насыщаешь молодых львов, Когда они лежат в берлогах Или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, Когда птенцы его кричат К Богу, Бродя без пищи? Глава тридцать девятая Знаешь ли ты время, Когда рождаются дикие козы на скалах, И замечал ли роды лани? Можешь ли расчислить Месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, Рождая детей своих, Выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, Растут на поле, Уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу И кто разрешил узы онагру, Которому степь я назначил домом И солончаки жилищем? Он посмеивается Городскому многолюдству И не слышит криков погонщика, По горам ищет себе пищи И гоняется за всякой зеленью. Захочет ли единорог служить тебе И переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде, И станет ли он баранить за тобой поле? Понадеешься ли на него, Потому что у него сила велика, И предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, Что он семена твои возвратит И сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину И перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле И на песке согревает их, И забывает, что нога может раздавить их, И полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, Как бы не своим, И не опасается, что труд его будет напрасен, Потому что Бог Не дал ему мудрости И не уделил ему смысла. А когда поднимется на высоту, Посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу И облег шею его гривой? Можешь ли ты испугать его, Как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас. Роет ногой землю И восхищается силой. Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью И не робеет, И не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, Сверкает копье и дротик. В порыве ярости он глотает землю И не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке Он издает голос — гу-гу И издалека чует битву Громкие голоса вождей и крик. Твоей ли мудростью летает ястреб И направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову Возносится орел И устраивает на высоте гнездо свое? Он живет на скале И ночует на зубце утесов И на местах неприступных. Оттуда Высматривает себе пищу, Глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, И где труп, там и он. И продолжал Господь И сказал Иову, Будет ли состязающийся Со вседержителем еще учить? Обличающий Бога Пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу И сказал Вот, я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою Полагаю на уста мои. Однажды я говорил Теперь отвечать не буду Даже дважды Но более не буду. Для того, чтобы вам приходило Каждый день чтения Библии Нажмите Подписаться А потом на колокольчик Субтитры создавал DimaTorzok